3 2 1 поехали сейчас instagram будет потихоньку оповещать что мы начинаем ждем пока присоединяется миша с алиной привет 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 всем присоединяющимся скажите как нормально видно слышно привет люба сейчас миша с алиной пытаются пытаются снова присоединиться о алинка привет я верю вас вы справитесь во второй раз так сильно хорошо отлично ну как вы как вы после своего первого стрима так волнительно прям вообще все эти новые технологии мы тут сейчас попробуем новую технологию не уверен что получится у нас есть тренога чтобы у меня рука не отвалилась да но мы не уверены что экран перевернется правильным образом что-то сомнения берут вас двое вы можете попробовать по-разному это так не очень удобно можно эту разминку сделаю да вот это что вы показывали вначале знаете переведите я себя не боком вижу черт а в инстаграме да нужно вот вот так держать черт я хотя бы это знаю пока эфир пройдет много интересного узнаете будем с тобой меняться тогда она вот держи вот уже не успела подержать сама так вот давай слушай но у вас четыре руки на что вы справитесь а еще четыре ноги привет этот народ сейчас будет потихоньку я по никам не знаю но как то так как то так я просто ваш эфир посмотрела и ну как посмотрела так заходила местами это было очень прикольно когда захочешь такой у миши задержка что ладно потом пестики тычинки потом что-то еще как как чем вы вдохновляетесь когда ведете занятия это идет от души привет мит привет о это это я знаю это маринка пальтер привет да здесь кстати в отличие от фейсбука все без задержки идет так что все сразу у меня нет задержки у миши может по-прежнему ей задержка я не знаю хотя мы с твоего телефона вот я просто честно я очень соскучилась у нас вот народ ушел в самоизоляцию в отличие от всей европы добровольно но блин так не хватает живого общения вот мишка так нам еще хоть как-то доезжал а ты же последний что было это привет из этого из ада и последняя после этого алинка на фестивале было ну как тебе было я помню это бездыханное тело в номере как вы что вы расскажите что у вас там происходит в балтиках я вот понимаешь не держу дистанцию с этим человеком который ездит в общественном транспорте ну все теперь пипец ну как бы я было разумно очень издалека к вам я езжу в общественном транспорте на работу да у меня ситуация чуть полегче потому что я могу из дома работать так что у меня-то это пришлось бы тогда тащить с собой микроскопы и химикаты и так далее ну как гречку купили гречку написали это вообще капец понимаешь люди начинают от обезвоживания страдать после твоих постов я последнюю про овсянку пока дочитала когда-то появился овсянка вот чтобы зачем она вообще там в этом наборе там все прекрасно и вот так вот нет про печеньки ты тоже прочитала ну слушай про печеньки не помню наверное нет ты про печеньки не читала про печеньки там кроме масла сахара и печенек ни хрена нет в смысле овсянки я ну хорошо мы закончим и я тогда в этом пойду почитаю тут вопрос поступил кем вы работаете кроме танцев ну собственно давай алина я раскройте тайну относительно младший относительно офисный относительно планктон я человек оркестр у меня проектики у меня логистика у меня жалобы сапу кому известно это слово ужаснитесь там зап вот я собственно говоря работаю в фитосанитарной лаборатории которые являются частью государственной службы защиты растений и это не про природоохранные вещи это короче говоря сельхоз там битва за урожай все такое прочее в общем мы в лаборатории конкретно наши определяем вредители и болезни растений вот так вот неожиданно вообще ничего не предвещало на самом деле ты танцуешь с людьми думаешь что они как бы норм а тут оказывается вот оно что это подошли я тебе еще расскажу кто я по образованию я по образованию классический филолог это значит что я убила четыре года своей жизни на латыни древнегреческий и не шалею и как ты это используешь ругается интересно ну то есть по постам видно да что слог такой прям ну прям какой ну благодаря многолетним общению с алиной я даже знаю слово рс которая может означать все что угодно это полезное знание универсальное насколько ты хочешь чтобы я здесь ругалась понимаешь мы когда я объявила когда написала про эфир и там было написано что больше эфир с алишей ирка сидник такая спрашивает а будет ли цензура я понимаю что в эфире с алишей это вообще не никак то есть но либо эфир состоится либо цензура да то есть как бы вообще вот можно все что угодно говорить по моему инстаграм не банит за слово жопа и вот это вот все если кто-то там не пожалуется потому что слово раз на самом деле может действительно значит вообще все что угодно в зависимости от контекста начиная просто штука вещь до слова собственно мы что так что собственно правильный перевод наверное был бы окей мне будет такой лайтового веса хреновина вот это универсальная штука тоже теперь зная это представь себе как можно вольно перевести слово республика например народная херня у нас просто как раз будет эфир скоро с ребятами из ростовской школы которая называется республика я пожалуй уточню почему они решили выбрать такое название да я в курсе ли они мне кажется они с латинским не очень знакомы с латынью познакомь их пожалуйста это как же это так люди живут незнакомые с латыни да вот маринка пальтер тоже пишет в общем она в курсе латинская штука да это очень интересно да вот мы с мишкой вчера неожиданно почему так перешли к обсуждению сказок карлсона маугли вот это вот все а чем вообще в карантине развлекаетесь чем только не развлекаемся я например извлек из закрамов родины гитару вот потихонечку пальцы вспоминают блюзовые соляги криво ужасно но хоть как то тебе следующий раз надо с ним на едини в интимной атмосфере его дома сделать стрим где он будет блюзить тебе полтора часа к ряду меня слушай у меня пальцы отвалятся это блюзить это значит короче знаешь что такое бэнд подтяжка вот понимаешь после слова рэс я как-то вообще сейчас вот объясните все когда-нибудь доводилось держать в руках гитару и пытаться извлечь из нее звуки да а при этом не просто извлечь звуки но при этом зажимая левой рукой струны на правой но да а ты левша нет вот в этом то все прелесть но это неважно короче говоря наверное ты заметила что когда ты зажимаешь струны то пальцы испытывают некоторое давление так вот бэнд подтяжка это когда ты зажимаешь а потом еще тянешь струну вверх или вниз по грифу мы поперем грифа и давление возрастает серьезно то бишь короче говоря чтобы безболезненно играть вот эти вот вещи это надо как бы практику постоянно чтобы на кончиках пальцев образовались как говорят олдовые гитаристы рога но смысле чтобы мозоли натерлись этими самыми струнами у тебя задержка алина хочет настоялись тебе еще рога да как бы у вас вообще очень интересное отношение паре не 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 алина и гитара один мужской половой рез если может вас на поположить люди как как вам так подожди нам придется тогда вот так вот склоняться вы можете прямо да вот нависнуть как вам удобно давай может уже никак неудобно вот такой прекрасный стрипсиз устроили в начале разминки чё не так то тоже понравилось ой господи так вы себе не представляете что здесь сейчас происходит вообще какие экзерсисы у нас кстати давай чуть-чуть это самое раздвинем головы то есть вы прямо сейчас готовились к эфиру в нью-йорк такой вот эта вся красота мы его построили специально для эфира ты оцени вот все вот это вот весь трагизм а потом задержка после стройки смысле я не знаю что маренька имела в виду но кстати себя там кто смотрит эфир можно вопросы прямо в чат писать да пожалуйста у нас сейчас тем кончится или нас понесет вообще уже в такую какую-нибудь сторону не только про латынь с древнегреческом и гитарой мы правильно из меня понесет и начну рассказывать про препарирование насекомых гениталий так что я боюсь что и сейчас ты заинтересовал короче берется дохлая пушка какие планы после карантина слушать первый вопрос я не знаю планы после карантин это считать серьезным вопросом или как давайте даже поживем увидим на улицу выйти чтобы не бояться внезапно чихнуть так чтобы тебя под белой рученьки потом куда-нибудь в подворотнюю не расстреляли или как извините но мне вспомнился анекдотец про то что из свеженьких так сказать что раньше я придешь маскировал чихом теперь наоборот это и не по себя но это была иллюстрация калиниевого рассказа я как человек с аллергией мне страшно ходить по лицам если я чихну меня ждут слушай а у вас не вели кстати ограничение по количеству людей потому что мы вчера с аней крон переписывались она сказала что у них здание ввели за сбор больше 10 людей штраф ну у нас по моему все еще 50 человек но никто уже на самом деле по 50 не собирается потому что у нас все ныкаются народ ответственный и все таки старается соблюдать ну как кто как потому что некоторые постят фотки где вот там они скучковались там допустим не по 50 но тем не менее у нас народ закладывает таких кучковщиков привет 37 судьбой как мы пришли в сальсу о кто как но короче говоря случайно как это обычно у людей получается на самом деле какого кстати это мили что ли спрашивает привет нужен ну какого ответа ты хочешь развернутого потому что я лично могу развернуть за за этого не хотите почему вдруг вы этого и хотите поэтому спрашиваю мы планировали фирмы и нот на 23 до максимум инстаграм 59 минут что потом сохранилось поэтому можете развернуться в пределах этого времени коротенько развернусь короче говоря девушка моего друга не нашла никого другого кроме меня я была видимо предпоследний или последний человек который у нас просила не хочу ли пойти на сальсу я такого слова раньше не слышала в контексте танцев только в контексте еды потому что поездки я люблю мы все прекрасно понимаем так вот поскольку это было занятие были через дорогу от моего дома тогда я решила чтобы не сходить тем более больших денег это не стоило я пришла и я осталась девушка другу уже давно не девушка друга она уже давно бросила всю эту сальсу а меня так и затянуло а это год какой был хоть этот век или прошлое насколько я помню тебя было три старта или два по моему три с третьего олениного старта мы собственно и познакомились то есть соответственно стартовала она осенью 2004 потому что я точно помню я точно помню что я стартовал зимой в начале 2005 года даже я может быть вспомню дату где-то где-то есть пост так сказать который послужил началом я старше миши по сальсу возрасту да но с перерывами да по моему кому-то трижды начну нас начинали у нас группа как-то она была все учительница наша казалось что она очень маленькая поэтому нас сливали с новичками три раза ну а у меня сливали или или объединяли нас пытались слить но мы не сливались мы упорно продолжали заниматься с новичками самого начала три раза подряд кто же знал что это вот так вот это все выльется потом да ну чё а у меня это было через как и многое в моей жизни через компанию туристов туристов походников мысли да мы обо всем подряд разговариваем на самом деле привет это андрюха как я понимаю или даниилка там же скорее всего привет вот как как дело было мы ходили раз в неделю собирались на туристские сходки на квартире к одному товарищу есть саша вовне он сейчас по моему в ебурге живет потом в промежутке еще пожил в эквадоре так вот короче в то время когда он еще жил в риге мы у него собирались большой толпой и как-то раз на одной из этих ежедневных сходок его девушка спросила сушит говорит я тут на бальные танцы любительские собралась нужен партнер сашки некогда интересует я так почесал в репе а давай все происходит через девушку друга да кстати кстати вот по крайней мере у всех среди нас друзья ли один и тот же разные разные вот и в общем какие-то там полгода или чуть больше я походил на эти самые больные танцы но понятно ни хрена там толком не выучил потому что пару раз в неделю потому что полено потому что пару раз в неделю и 10 разных танцев и вот но потом мне из-за своих студенческих дел пришлось прервать но я подумал вот стать все сложится иначе я еще к этой теме вернусь потому что прикольно интересно и заодно наш больный препод показал нам какую-то херь назвав это сальсой то есть то что это херь я понял потом но главное так сказать это алинкина подруга детства появилась в эфире так вот на чем я пишу я а ну вот и я услышу главное я услышал слова сальса и потом через где-то примерно четыре года я пролистываю life journal френд ленту и там значит на френдес пишет эпохальный пост кстати там типа того ищу красивого доброго умного хомячка перечеркнуто потому что все было зачеркнуто и написано главное высокого не ниже 176 см а я однозначно выше 176 см вот ну и я спросил учетом где когда тогда и тому подобное я встречал этот термин у антошки в дневнике в этом самом блоге ну вот и вот так получилось что пришел я на эти занятия барышня через пару месяцев соскочила а я как-то вот остался миша а давай сменим позу давай присядем или чё а вот так вот отлично кстати тебе должна понравиться смотри сейчас такая штука это после вот когда диего приезжал последний раз вы там все обсуждали что у меня в кружечке вот прямых эфиров а у тебя там не факт да слушай вот то как мы сейчас тут лежим и твой это кружечкой навевает на меня походные воспоминания о падении с жердочкой правда не с алинкой мы падали а с другой моей приятельницей и я вспомнил это было мое наверное одно из таких эквилибристических достижений мы рухнули с этой жердочки значит черничник спиной так сказать и я не пролил из бутылки ни капли это достижение эквилибристическое было макробатика да а сколько ты в эти походы ходил слушай но какие в такие местечковые ну энное количество раз довольно много и особенно если какие-то коротенькие такие там на выходные а если в дальние то раза четыре наверное ну так в смысле на пару недель так с погружением в тайгу это это круто женщина ты в аду была в смысле извращение сми слушайте я нашла еще один ад в котором я хочу побывать правда с одной буквой л и я не знаю как оно произносится но в общем это как-нибудь исландия гданьск и там есть коса у нас такая вот на этой вот косе есть местечко которое называется hell вот сложилось в моей жизни почему-то так что я застряла между польшей и сша в своих перемещениях я по-моему физически не в состоянии никуда больше съездить и сейчас опять же жизнь складывается так что мне нужно в эту польшу опять будет как раз туда то есть я видимо могу перемещаться только по тем странам где существует ад вот видимо меня домой тянет это как-то связано с тем что ты к нам доезжала несколько раз это случайность это статистическая ошибка многократно повторяющаяся статистическая ошибка но приятная ошибка это факт да мы с вами чего вы хотите от нас услышать а то мы же сейчас опять же про ушек начнем рассказывать и про их гениталии и про не проливание бухла из бутылки это пока там народ пишет вы же готовили какие-нибудь истории правда нет конечно но мы можем вот мы просто поспорили там с другом что как бы вот мамбалок это те люди с которыми нельзя ничего планировать и серии все равно все пойдет не по плану из плана только миша стабильно опоздает все остальное ну кстати это не факт почему со мной вполне можно планировать с мишей в последнее время что-то как-то тоже даже можно планировать видимо миша постарел ужас ужас такое время не щадит лучших из нас да так что он как вино да что пьют как говорится ты то что ты пьешь видимо да господи я кофе я разговариваю с кофе лена ты тоже кстати я походу вот не факт что чаек историю есть у нас друг как бы так замаскировать то я не знаю до сколько он вообще хочет чтобы я порассказывал эту историю короче говоря мы познакомились в реги с дружились он из другой страны но в общем короче говоря он больше кубинской сальсой увлекался а мы в нью-йорк с головой ушли но в принципе то момента уже я не помню честно говоря да но в принципе тема кубинской сальсой меня волновала всегда и волнует до сих пор в том плане что очень нравится и вот я ездила а больше слушай на самом деле тебя фольклор больше привлекло сколько я помню чем самое сальцо это немножко как бы разно ну вот а еще мы работали была у нас такая штука мы делали сальсо лагеря на пароме который в швеции уходят потому что там как раз были кубинские недели когда кубинская музыка танцоры шоу вот это вот все иногда так сказать но на безрыбье бразильцы сойдут за кубинцев но в тот раз были кубинцы настоящие в тот раз по-моему были венесуэльцы но настоящие в общем короче говоря они играли кубинскую музыку играли здорово все было дико круто а чувак этот наш друг он даже кубинская сальса но он начал пару лет назад и он был не совсем то есть в теме но не до конца и значит у него случился звездный час во время выступления кубинская певица такая дородная такая хорошая такая темная пела отлично и вытаскивала людей вроде как потанцевать с ней ну вот он решил значит сейчас я румбу зафигачу потому что я же могу я же знаю кубинские эти ваши штуки и он значит с ней потанцевал они разошлись и потом он рассказывает что ну вот было дико круто было здорово но чтобы ее не смущать я сделал вакунау в сторону оркестра мы заволчали чувак ты сейчас понимаешь что ты сделал совершенно однозначно жест с эротическим подтекстом в сторону кучи кубинских мужиков да вот такая вот история вот пока значит рассказал историю ага нили задала вопрос сразу ли мы начали он ту танцеватель или как к этому пришли мы тогда еще не было никакого он ту в риге никто не знал что такое вообще бывает никто не знал что есть какие-то стили но подожди то что стили по крайней мере когда я начинал в те уже поздние времена по сравнению с твоими там как бы о том что есть LA и есть кубинский стиль об этом знали и говорили было дело но никакого там вообще там шоу 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 ну и тут я не помню как у тебя это дело получилось это я тебя заразил или нет это ты меня заставил а да я помню как как я этим делом заболел во первых я где-то на каких-то наших местных форумах что-то там прочитал еще где-то там сети что такое бывает ну надо же какая странная штука зачем это как это вот еще почитал еще где-то что-то там нашел и вот 2007 году как так вот совпало что были французские дни в риге и в это же время один из обитателей парижа завсегдата регион очень часто приезжал устраивался кинутер-классы здесь значит француз он приволок с собой целую кучу друзей звезд парижского парижской сальса и т.д. и т.п. вот шесть их человек более больше даже в общем по сути получился такой микрофестивальчик на этом микрофестивальчики чего только не было и в том числе два подряд урока он ту первый из них был такой типа основы француз показал такие базовые вещи чё как к чему это так далее от затем на следующем уроке давид артист выдал там что-то ну конкретный такой интермидиат как минимум по связке этом мозги просто в трубочку свернулись но кайфово было самое главное что я из этого вынес что знакомые песни вдруг зазвучали как-то совершенно по-новому как будто вот вернул какой-то более глубинный пласт и что-то так вот такое такую измененку словил в смысле измененное состояние сознания потому что вот это блин надолгое вот это я хочу копнуть и все дальше мне было кофе меня очень удивляет и удивляло всегда когда кто-то начинает говорить что вот это так сложно или например там когда я учился уже имея опыт на раз я учился на два я первые полгода это дело ненавидел что ребята вы чё это же так кайфово ну да ошибаешься там ну и что кофе клинике как-то так потом он соответственно заставил меня не тебя одной я всех девчат всех способных девчат я с поля вытягивал давай на два давай на два так вот научился потом потом оно как-то так сложилось что на раз уже нога не поднимается как-то так это на что-то про танцоров на два шуте что они на первый счет ходят под себя и это приходит с возрастом на раз а потом приходит на духа наше последнее время пытаются научиться еще и на раз потому что ну которые у нас стартуют сразу с нуля на два хорошо сказал с нуля на два теперь пытается на раз заполнить по эту самую пробел так сказать и кстати даст а два на раз видимо легче у людей происходит так вот так вот следующие байки это когда хуан матас ты обещал что-то рассказали про хуан матаса понятно стерли 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 хуан это у нас источник вдохновения шуток и мамболока на всю оставшуюся жизнь то есть мы его разобрали на цитаты до сих пор активно используют например throw up on seven или там что еще hiccup on two в общем короче говоря его методы донесения информации через физиологические процессы очень даже используем и доносим да ну мы конечно оставляем ссылку на оригинал оригинал но если кто не был на урок хуана матаса он таким образом объясняет какие-либо движения то есть например говорит да говорит мой друг и коллега майкель фонс говорит contraction говорит how am i supposed to know what is contraction if i am not even a woman ну короче говоря там как я понимаю хохма в том что contraction это еще и сладкий видимо да ну вот говорит я говорит человек простой я предпочитаю использовать что-то из постедневной жизни в леводосе например говорит итак now we throw up on seven now we throw up a little bit and now что-нибудь допустим on five we throw up really badly в общем короче говоря до народа это очень доходит потому что ну все этим брешат наверное вот вот так чего ты хотела рассказать так так не вообще как бы какие-то истории которые происходили ну вот мы уже начали то собственно говоря потом о помнишь как они приезжали к нам на который второй фест который риж рига сальси фест о боже латвийский сальси фест да это было чудовищно короче говоря вот после уроков субботних каких то значит мы на перекуре стоим курим вместе с хуаном и по-моему либо адрес там присутствовал да вот и они делятся впечатлениями от пятничной вечеринки а на пятничной вечеринке разумеется объявляли преподов а ведущий там был такой альтернативный очень альтернативный с альтернативной дикцией я бы сказал в том числе он почему-то решил что он вполне в состоянии произнести допустим французские имена или вообще любые на самом деле имена он видимо пытался пародировать национальный французский или какой-то там акцент ну слушай у него национальный французский акцент был примерно как ты знаешь это звучало юлиет камоус это жюли камю да жюли камю у него была хулиет камоус и люди за кулисами пытались угадать а кого же он сейчас имел в виду вот всем и вот хуан это все рассказывает и говорит там и пародирует это говорит вааа что кого это меня позвали да мейк со мной мейк со мной ну и так далее вааа вот и вот так люди угадывали кого из-за кулисы собственно сейчас идти кланяться честному народу вот потом что еще аааа было замечательно кстати оба этих персонажа присутствовали в Таллине на этом самом на уикенде мы туда ездили в 112 год блин я к сожалению вот я Ленке говорю что у меня не кинематографическая память ни разу а там были такие первые то есть серии ведет Хуан урок и тут проходит мимо один из оргов с ящиком пива вот молодой человек вы тут не один подойдите-ка сюда значит берет бутылочку откупает и произносит минуты на три наверное рекламную речь прямо вот так вот этого пива там просто записывать надо было какую-нибудь там пиво соль пиво соль и хлопнул ну еще всем захотелось пиво а вот вот как-то так вот а потом я сейчас расскажу про караоке про караоке а ладно давай потом к Хуану вернемся потому что там много еще всего я хорошо я верю в тебя зря вам вообще ничего чтобы тут так лежать мне вообще норм потому что у тебя один не факт случая поэтому тебе не норм в общем человек готовился к встрече с вами Лёва молодец так вот возвращаясь к истории значит мы были молодые непуганные преподы мы не знали как это поставить шоу сколько времени это занимает вот это вот все у нормальных людей да и у нас тоже потому что спойлер наше первое нормальное шоу мы поставили мы его рожали мы его вынашивали 9 месяцев причем с руганьем да они не перегрызли друг другу все вот ну короче вернемся к истории изначально я как-то очень ответвляюсь видимо ближайшие твои не факт что чай действует да ты надышала на меня простите вот значит один наш знакомый он устраивал вечерину подожди это был кстати этот самый из Доминики да этот чувак вообще не помнишь это было давно давно и короче говоря этот знакомый он устраивал вечерину где должен был быть конкурс по танцам должен был быть конкурс по караоке караоке и он нас туда пригласил поучаствовать мы решили ну о чем бы и не да и согласились подписались ну что у нас есть 3 часа свободного времени а замутим кому шоу ну и как это ни странно замутили таки шоу за 3 часа я даже не помню уже ни под какой песни что там было я помню песенку примерно только я не могу вспомнить как называлась эта группа это какая-то была тимбовая команда по-моему в Швейцарии которая скачала очень плохо мало того что было плохо сцены как таковой не было это клуб соответственно сцены это просто танцпол посредине и мы мало того что плохо станцевали на наш взгляд мы еще станцевали не туда то есть мы встали не так как мы изначально планировали то есть мы в принципе станцевали все шоу задом к зрителю предполагаемому но тем не менее видимо на адреналине мы каким-либо образом этот танцевальный конкурс выиграли несмотря на то что с нами соревновались девочки как сейчас помню в очень коротких может с них рубашках так вот возвращаемся это был не только танцевальный конкурс но и караоке и поскольку бухло было насколько я помню бесплатное для участников о чем бы мне не поучаствовать в караоке таким образом нам балока заняла второе место в караоке тоже подожди ты пела или Миша или вы вдвоем не я не участвовал в этом я так наблюдал со стороны сейчас у меня не складывается Павла ты все время говоришь что ты не пьешь или ты после этого караоке не пьешь после этого я перестала потому что в следующий раз мне пришлось вообще выиграть конкурс по караоке я бы такого не пережила тебе просто нужна была короткая мужская рубашка я бы не выиграла танцевальный конкурс все сложное а сколько у нас еще времени вообще я вот смотрю что мы где-то минут тридцать семь уже в эфире неожиданно еще минут двадцать есть фига себе мишки на пол истории хватит тебе на две я уже свои две истории рассказала я больше ничего не помню может и покурить да как мы в Таллине все на том же уикенде когда Машка самая нам показывала этот партийный стомак короче есть какой то какой то стендапер то ли штатовский то ли английский ну да блин это надо конечно ты подумал что-то рассказать ау что-то можешь рассказать а что я могу рассказать вот я теперь запнулся и не знаю что я могу рассказать начал было а спросите нас что-нибудь да дайте я вас спрашиваю мой трешачок из организаторской деятельности я прям собираю такие штуки а пример можешь какой то такой привести что считать трешем потому что я сколько помню это просто вот все очень-очень плохо всегда и потом ты просто выдыхаешь да для вас та обыденная жизнь ладно ладно хорошо вы просто в этом живете просто вот например когда в этом Мишка вчера был на вебинаре к нам ворвались горячие абхазские какие-то парни немножко поматерились так привет вот а сегодня была история лучше я поняла что как бы у нас все было очень так критично проходил сейчас точнее проходит в большой форум счастья они пришли на новую платформу и к ним сегодня ворвался какой-то порнохакер который показывал вот это вот ресы прям вот из цены несколько минут я смотрю блин а что мы вчера вообще нервничали у нас нормально все прошло ну то есть ну бывает вот это называется трешачок когда ты вроде как бы не готовился а тебя вот такой вот так выходит трешачок я помню трешачок на одном из дней рождения это ты дама вспомнил да до Да-да-да, девочка и Сэма, сволочь. И не дотка, давай туда тоже мешай уже сразу. Что? И не дотка, давай туда мешай. Ну, блин, сейчас мы всех понаобсуждаем, ниже что не про что. А ладно, это так нехорошо, да? Сэмочка там наснимал этих самых закулисья сучилка, вот эту вот девочку с телевизором, которая с ним была. Да-да, я ничего не буду говорить, кроме одного. Не поите своих телевизионщиков, если они вам дороги. Или если вам дороги съемки и так далее. Или там, не знаю, честь, достоинство. Нет, был случай, когда у нас завернули вечеринку, хотя договоренность была, что мы, по-моему, до трех часов. По очереди до четырех. Или до четырех. А хозяйка решила, что мы ей, во-первых, не нравимся, во-вторых, мы ей не нравимся, в-третьих, мы тоже ей не очень нравимся. Да, и в-четвертых, что мы мало денег... Кнете на баре, да. Но прикол-то был в чем? Что это был гнусный поклеб. На самом деле, мы пришли, как бы все, водрузили, там вечеринка начинается, а бара наверху нету. А там было заведение из двух этажей. Первый этаж, второй этаж. Ну, соответственно, мы... Бегали вниз. Да, всех наших отправляли вниз. Мы делали бар-бан. А вы микрофон сейчас закрыли рукой? Что? Микрофон. А, где микрофон? А сейчас? А вот сейчас нормально. А сейчас нормально. А сейчас вот трешечок и закрыли микрофон. Типа, да? Интересная история, но как-то вот. Было слышно, что два этажа, бар был закрыт, и... Да, верхний бар как бы не появился. Мы бегали всем в нижний бар. А потом нам посчитали только верхний бар, который открылся значительно позже. То есть конкретно позже. Там было там сильно за полночь. Там сказали, что вы ай-яй-яй, нехорошие люди, мало пьете. Вот, а давайте в 12 часов уже выметаться. В два. В два. Ну вот, и мы... Вот, у меня диджеи простаивают, у меня их тогда пять штук было, по-моему, на вечеринке. Типа, в общей сложности. Если посчитать тебя тоже. Ну, наверное, Ленка, кстати, там тоже же была. Да, кстати. Насколько я помню. Батька, да. Тот самый. Ты не сделала на парках. Пять, пять, пять. Пять личные не воскресные опен-эйры, когда были на такой терраске. Ты же была, по-моему. Ну, в общем, короче говоря, хохма заключается в том, что сначала я долго говорила с этой дамой. Потом я долго говорил, да. И у нее главный аргумент был, что меня потрясло. Типа, девушка, вам сколько лет? Вот, я говорю, ну, 33. Она... А мне 34! Такая и... Такая и... Нет, ну, а потом я натравила на нее Мишу. Миша же очень деликатный человек. Он может уговорить... Мертвого. И мушку. Я сейчас пытаюсь не выражаться. Ну, вот, в общем, он ее... Да. Ну, в общем, все нормально было. Нет. Не очень, но да. Нет, но да. Хорошо, так и запишем. Нет, но да. Молыш, прям сердце заболело. Такая и жизнь. Естественно. Естественно. Слушай, вот я сейчас думаю, а что ж такого трэш-шоу было в организаторских наших делах? Да, давай веселое, че трэш-шоу. Например, речуги придумывать за пять минут до выхода. Подождите, подождите. Нет. Не начинаем, потому что мы не написали речь, которую мы должны были написать. А, я вспомнил трэшак. Ну, давай. Наш первый отпразднованный день рождения, который, на самом деле, был второй. О, про мои ноги? Про мытье полов перед этим сомнением. Слушайте, я не знаю. А давайте про ноги тоже потом. Давай про ноги тоже. А про ноги-то что было? В общем, у меня есть такая... Давай, я рассказываю это сперва. У меня есть хорошая традиция. Я очень люблю... Повреждать ноги. Повреждать ноги перед ответственными выступлениями. Я могу упасть с велосипеда и почти сломать коленку. Я могу... Ну, много чего могу. Но, короче говоря, когда мы ставили первое вот это шоу, которое мы рожали 9 месяцев, то есть мы его родили. Оно было нам дорого. И у нас был... Помню, у нас в Бинске дни были. Да, да. То есть у нас еще куча других выступающих. Мы Павли с Юркой приглашали тогда сюда. У нас еще была куча других выступающих. Прям шикарная сцена. Все дела. Мы там просто развернулись в своей организаторской деятельности. Так что, чтобы нас... Ну, в общем. И мы идем последним... Нет, не последним. Предпоследним шоу-номером, потому что последним шли наши кубинские гости. Ну, собственно говоря, так я думаю, что многие присутствующие их знают. Павель и Юля. И, значит, я решаю перед самым-самым выступлением, что мне обязательно нужно потереть подошву такой вот... Железной щеткой. ...щеткой с загнутыми железными концами, чтобы у них хорошо скользила эта подошва. Вот. Это буквально минута до выступления. И я, значит... Стоя на винтовой лестнице какой-то там... Да, со всей силой подошву и снесла себе половину пальцев. Причем сперва не поняла это. Потом что-то у меня, говорит, хлюпает. Нет, я поднимаюсь наверх. Больно там мне, конечно, было, но я не знала, насколько. Я поднимаюсь наверх по винтовой лестнице и понимаю, что у меня в туфле хлюпает. И я понимаю, что хлюпает, там не вода. Вот. И я меньше говорю, Миша, если я не в туфли стеку, кроме посреди сцены, ну ты меня как-нибудь от спина и загулизу. Вот. В общем, короче, мы выросли, никто от кровопотери не скончался. Но если сейчас присмотреться к фактам, можно заметить пятна кровища. Так, подожди, там же еще продолжение было. Мы выходим... Я еще не започила. Хорошо, отлично. В общем, я запачкала стану кровищей. А дальше идут наши кубинские гости. Почему я все время педалирую слово кубинский? Потому что они выступают с кубинским афрофольклором, собственно. Соответственно, босиком. Как мне было стыдно. То есть мне было, в принципе, пофиг, что я орошила в своей крови и все все наросила. Но мне было дико стыдно, что они в нее вляпаются. И, в общем, я им там... Слушайте, ребята, говорю, вы сейчас на сцену выйдете, там будет кровь. Вы не пугайтесь, это моя. Как будто это могло вообще как-то облегчить. Что-то успокоило тогда, Стас? Да ну ничего. Потом Пауль вернулся, говорит, я постоял слева от нее. Мы такие, что? Говорит, ну, если где-то пролитая кровь, то если Ариша постоял... Ну, он был в образе, по-моему, Агуда, если не ошибаюсь, тогда постоял слева от, значит, вот этого пятна, то типа все будет нормально. Ну, вот так у нас и нормально. А тот крышачок, который я вспомнил, это мы праздновали двухлетие наше. Значит, там наш Леша Пивненко договорился с своим знакомым, что мы в его баре отпразднули. Там были два этажа, прикольно так. Да, места было много. Места достаточно, вот, и все замечательно. И там нижний вот этот этаж, который предполагался как основная танцплощадка, он как бы еще был в процессе ремонта. И буквально вот там неделя оставалась, он, по-моему, доремонтировался. И, в общем, мы узнали, что да, все там чистенько, все готово, все отлично, приходите. Таких, отлегло. Мы такие, значит, приходим туда за два часа примерно, чтобы прогнать немножечко программу, так сказать, ну, что там, что когда говорить, там, т-т-т-т. Спускаемся вниз и понимаем, что у нас просто жестко лигнут подошвы к этому полу. Черт себе. Блин, типа, это самое, забыл, как его там звали. А мы уже красивые, там, с ресницами, со всеми делами, там, я не помню в чем. Вот, в общем, не помню в чем, но... Чуть ли не во фраке. Из серии мы такие непечатно. Я же говорила, что он не умеет ругаться на этом. Ну, умеет, умеет. Просто я еще не разогнался. Стрим закончится в том время, когда ты наконец-то разогнешься. Ничего страшного. На какой-нибудь следующий... Миша, скажи жопу, скажи жопу, Миша. Жопа ты, Алина. Такая, ну, все, выполнили план минимум, да? Ну, там было далеко не жопа в этом тексте, конечно. Так вот, мы такие, Юра... Ну, я вспомнил, как этого хмыря звать. Юра, как говорит наша Юлька, говорит, где у тебя тут тряпки, говорит, там, ну, вот, там, моющие средства, там, да, да, да. Короче, мы вчетвером плюс один из наших учеников, то бишь пятером, значит, драйли этот гребаный пол. Да, и тут, кстати, открылось внезапно, какой сикс-пэк у нашего этого ученика, который драйли пол. А, да, да, да. То есть мы с Юлькой так уронили швабры, подобрали швабры и дальше мыть. Вот, в общем, короче говоря, конечно, поливались мы все ядом, вот, но... На пол, потом мы были ядом пола. В результате чего, собственно, получилось чистенько, и потом это дело даже успело как-то подсохнуть, когда танцоры подтянулись, и даже на этом вполне танцевабельно было. Да, но мы вспотели, конечно, как сволочи, даже не успели напиться перед дочеринкой. Вот, так что вот такой трешачок тоже бывал, да. Прям вот шикарно было. Тяжелая жизнь организатора. А то все считают, что так легко, так легко. Я потянулась морально за своим осиновым полом. Почему-то в сторону тебя. Меня его нету. Это потому, что он в 2005-м привел тебя в сальсу, да? Практично. Нет, Света, Света, Света. Вот, слушайте, мы с вами как-то неожиданно уже 50 с чем-то минут. Ну, наверное, для первого раза хватит, что ли? Для первого-то, как это, экспериментальный стрим-то. А давай сидишь сразу за ним, а? Это мы тогда можем перейти в твой аккаунт. Если ты начнешь прямой эфир, мы можем еще на час продолжить у вас, чтобы не прерывать вашу насыщенную половую жизнь. Можно я только домой хочу жрать. Миша, поговори с ней. Сколько жрать можно, Павла? Мне нечего про овсянку писать. В конце концов, имейте совесть. А, у тебя дубль два про овсянку? Да нет, на самом деле, еще не знаю, про что писать. Но про что-нибудь еще напишу. Ладно, у меня последний вопрос. Прочитай про овсянное печенье обязательно. Да, прочитай про овсянное печенье. Хорошо. Расскажи мне, как кошка-то, которую ты после феста взяла? Я прям за ней переживаю. Короче, эту кошку, на эту кошку мы охотились месяц, потому что кошка совершенно дикая. И после феста мы наконец-то смогли ее отловить. Причем отловить мы ее смогли на еду. Эту еду заковырялась. Отловить кошку на еду звучит не очень. В общем, мы, короче, взяли корзинку для кошки. Туда еду, и она была уже настолько в отчаянии, видимо, голодала, что она решила, эх, и ладно, и пошла туда, в эту корзинку. Мы ее захлопнули, а она дикая абсолютно, котенок. Первые пару дней она в руки не давалась, никуда не давалась. Потом мы решили, что надо, наверное, как-то ее дезинфицировать. Мы ее взяли, продезинфицировали, и тут мы поняли, что у кошки есть зубы. Вернее, я поняла, очень четко это поняла, потому что мне пропустили палец в нескольких местах, и я еще ходила, делала прививки от бешенства. Так что меня теперь еще пять лет можно кусать любыми бешеными животными. Потому что я существо привитое. Вот, кошка сейчас замечательная, ласковая, спит с нами. Отличная кошка выросла. Баттон. Да, отличная кошка, я за ней даже присматривал. Да, она уже никакая не баттон, она уже твою мать в основном. Или киса. Ну, это в переводе с английского, на латышский. Ну, нет, 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 без всякого слова. Через раз. Чистейшим русском. Мой американский муж говорит, твою мать и киса. Это все, что он знает по-русски. Нет, он еще много чего знает, потому что когда-то у него была украинская девушка. Я такого с трудом не знаю. Трехэтажная конструкция. Нет, ну, например, она его научила здороваться так. У меня три яйца. Слушай, это мне напоминает, как-то одна моя, значит, хорошая приятница вернулась из своих странствий по Канаде вместе с тамошним бойфрендом. Но тамошний-то он тамошний, а по происхождению грек. Вот, и, в общем, она его подучила говорить ее друзьям, что его фамилия Кривопиздакис. Вот, и он абсолютно с абсолютным покерфейсом этого командовал. Честно говоря, это звучало настолько убедительно, что первую секунду я даже... Что, серьезно? Опасно, опасно у вас, друзья. Да, нормально. На него, вон, посмотри. Так я к нему вопросов нет, его я знаю давно. Что-то как-то я уже раскашлялась. Да, да. Это коронавирус, раклятый. Ой, посмотри, Пивненко пришел, смотри, в конце эфира. Пивненко, мы уже все. Пивненко, мы уже все, а ты теперь приберешься. О, как всегда, да, самое интересное. А мы уже рассказали историю, так сказать, которой ты был свидетелем и участником. Нельзя будет сохранить видос. Нельзя будет... О, все. У нас все буквально две минуты. Может, ты что-то про Довлатова написать, и мы уходим. Сохраняй! Сохраняй! Ты хочешь это потом обнародовать всем, да? Да, чтобы знали. Ясно? Окей. Отвечу. Вас понял. Пока! Все, спасибо, что присоединились. Было очень чертовски приятно вас видеть и слышать. И вот это вот все. Все. До скорых встреч, надеюсь. Пока. Пока.